Итоги недели Есть некоторые события, которые я бы для себя отметил. Не все, но какие-то значимые, на мой взгляд. Первое событие это то, что совок вылетел с евро турнира по футболу. Евро 2020, который проходит в 2021 году из-за ковида, я так понимаю. Что сама по себе, конечно, прикольно, как-то сюрреалистично. В 2021 году Евро 2020, но хорошо. И совок вылетел из группы, да, проиграл Дании. Дании, у которой тренер получает, как нам прожужжали тут все уши, получает в 10 раз меньше, чем тренер Черчесов. С треском, с позором проиграл и вылетел из группы. Но у меня, в принципе, вопрос, несколько вопросов возникает по этому поводу. Как вообще русские попали на евро по футболу? Как они вообще смогли туда пробиться? Опять что ли за взятку? Или там как? Матчи были договорные, отборочные. Второй вопрос, который у меня возникает, и его тоже почему-то нигде не обсуждают, хотя на этом вопросе можно там оттоптаться пару дней. Это кто конкретно платит эти там безумные миллиарды евро Черчесову? Вот конкретно как там? В ГУП Росфутбол? Или кто? Или есть такая статья в Министерстве спорта. Там оплата тренеру сборной. То есть непонятно, это деньги налогоплательщиков или какого-то ОАО там, или какой-нибудь, я не знаю, фонд поддержки российского спорта, компании ОАО «Газпром Роснефть». Вот каким образом, откуда берутся эти безумные деньги на тренера, благодаря которому команда с треском вылетает с футбольного турнира. Ну и вообще надо сказать, что по хоккею тут был чемпионат мира, вот и наши хоккеисты вылетели с чемпионата мира, тоже не выйдя из группы. И футболисты вылетели с турнира, вот, не выйдя из группы. Савальха! И вылетели из группы те и другие. То есть сыграли, так сказать, в унисон как бы они все. Ну, очень клево так и должно быть. Я надеюсь, на следующих подобных мероприятиях Савок будет также пролетать, Ну, как бы подтверждая, что при текущем режиме не может быть не только нормальной жизни, там, нормального рубля и нормальных цен, нормальной экономики, но и не может быть нормального спорта. Следующее, что произошло на этой неделе, это наш этот президент, уважаемый Владимир Владимирович, написал статью. Написал статью про войну, про наш 22 июня. Ее опубликовали там на немецком языке в газете Zeit. Я не знаю, насколько это приличная газета, но вроде бы не совсем такая уж и левая, желтая, убогая газетенка. Я бы предположил, что это по русским меркам нечто между МК, коммерсантом там и, не знаю, ведомостями и аргументами и фактами. Чем-то такое. Вот, он написал статью про войну, но саму статью обсуждать, что-то говорить про нее нет смысла. Я ее, естественно, не читал. Слышал там в обсуждениях какие-то там цитаты, фрагменты. Ну, бред бредом просто. Бред бредом бредовищей. Прикольно то, что путяры до сих пор вот так сильно озабочены этой темой войны, что, видимо, кушать не может. И сейчас там уже в свои там 70 лет наверное, как-то ознакомился с учебником по истории СССР и вот страдает, пытаясь опять, как всегда, все грехи, всю вину взвалить там на Запад, на немцев, на кого угодно, лишь бы только ни на Совок и ни на Сталина, которые проебали все полимеры и допустили то, что произошло в 41-м году. Так, следующее, что впечатлило, это сняли с выборов Яшина. Я уже давно запиливал ролик о том, кто следующий, после того, как выгнали Савадиха! выгнали этого Дмитрия Гудкова, выселили из Совка куда-то он там то ли в Хохлючево переехал, то ли в Болгарию к папе. Вот. И вот теперь сняли Яшина. То есть, ну, не допустили его до выборов. Яшин расстроился, вот, хотя он же еще недавно сам запиливал ролик на тему, что, ребята, все дергают меня, мол, когда Яшин, ты следующий будешь, почему тебя до сих пор не арестовали, не приняли? Ну, вот система придумала довольно хитрый, простой ход. Ну, он простой, хитрый, все это как-то одновременно. То есть, его и не стали грозить ему уголовщиной никакой, а просто приплели совершенно идиотский, но тем не менее, закон, уже почти вступивший в силу, еще вроде бы не вступивший, но уже почти закон, закон о том, что он пособник террористов, экстремистов и прочих навальновцев. Так что, Яшину убрали и навскидку, вот так сразу и не скажешь, а кто из либералов остался в качестве допущенных или пока что не снятых с этой предвыборной гонки. Да, ну и последнее, наверное, общественное событие, которое меня задело, о котором захотелось сказать пару едких, гадких слов, мизантропских моих, да, это Путин и его переговоры с ЕС, на которые он был как бы приглашен госпожей Меркель и Макроном, но слава богу нашлись какие-то лидеры других стран, которые проголосовали против и таким образом Путяру прокатили с участием в саммите ЕС. Но есть такое мнение, что это и Макр и Меркель поучаствовал в этой игре, то есть как бы его позвав, а потом согласившись с мнением большинства о том, что не стоит, его никто там не хочет видеть, вот бытует мнение, что это Меркель так сказать подыграла, то есть разыграли такую распасовочку унижения Путина. Ну может быть и так, не знаю. Главное, что есть факт, его как бы звали вроде бы, но в итоге поехать ему туда не дали. Вот, но опять-таки никто не обсуждает вопрос, который у меня первый вопрос, это «А зачем мы туда ехать тут?» Вот, что конкретно там можно было бы полезного сделать? И чтобы ответить на этот вопрос, надо смотреть его предыдущие поездки на саммит, если таковые были, ну или какие-нибудь встречи там с Меркель, что с кем-то, какие конкретно были положительные результаты. По моим представлениям, никогда никаких. Мы переходим теперь к личным новостям. Они не менее важны, чем общественные для меня. Заключаются в том, что, во-первых, открыли бассейн. Да, сейчас, когда идет третья волна ковида, открыли бассейн, это уже круто, потому что бассейн часто закрывается и надолго, и первая волна была, и вторая, вот его закрывали, потом открывали, сейчас вот опять открыли, и хотя жара сейчас стоит особенно повышенная, под 50, да, но в бассейне открытый бассейн это лучше, чем неоткрытый бассейн. Хотя качалку не открыли, качалку не открыли, ну, как бы хрен с ней, потому что даже после наступления этого ковида, даже когда ее открывали, все равно в ней можно было заниматься только в намордниках в этих, идиотских, вот, чуркам, конечно, пофигу, они и так всю дорогу в намордниках, тем, что качалка, что просто по улице ходить, они и до ковида ходили в этих масках, идиотских, вот, но я в качалку, в наморднике как-то не готов, тем более, что там с кондеем не задалось. Следующее событие важное у нас это съездили в Икею, да, это тоже очень важно, потому что какое-то время назад я обнаружил, что есть две Икеи, вот, одна это где метро Бангна, мы там были не один раз, она находится на юго-востоке, а тут обнаружилось, что на северо-западе есть еще одна Икея, мы долго туда собирались, потому что она ну, довольно далеко, на выселках, вот, но все-таки поехали, главным образом, потому что находится около станции метро, где мы не были никогда, и метро это где-то тоже там на выселках практически конечная, там предпоследняя какая-то длиннющая ветка, так что мы ехали просто позерить вообще, что происходит, как это все выглядит, по факту оказалось ничего особо интересного, кроме Икеи, в Икеи походили, да, почувствую себя в Европе, а так, сам этот ТЦ, Central World, ой, Central Plaza, он такой не новый, довольно-таки облезлый, ну, в общем, делать там нечего, мы еще были, кажется, в понедельник, и удивительным образом никто не работал, и весь народ тусил, в этом ТЦ было много народу, ну, как-то больше туда, в эти края не поедем, общее впечатление, ну, позитивное, конечно, но не особо интересно, но, тем не менее, вот, закрыли один пункт повестки, побывали во второй и последней Икеи в Эйленде, ну, еще одно важное событие для меня, полетал таки над Буддой, вот, это огромная золотая Будда, вот, сейчас ее прекрасно видно на видео, какая-то, тоже, едва ли не единственная в Бангкоке, большая, такая, золотая Будда, которую долго там строили, потом долго покрывали золотом, и я уже летал там, да, вот, как я там раньше летал, вот, сейчас это покажу, а сейчас недавно с ней убрали подъемный кран, и стало как-то уже, ну, можно красиво полетать, красиво сфотографировать, вот, так я сфотографировал, вроде бы получилось неплохо, ну, вот, собственно говоря, такие общественные политические итоги недели, всем спасибо